Друзья, всем привет! В общем, рассказываю историю. Знаете, что с Марсиком вчера произошло? Он целый день не ел, абсолютно. Причем он прыгскокал, мы с ним гуляли, он встретил товарища, хорошо прыгал, бегал, я думал, ну, точно нагулялся, будет уплетать корм за обе щеки, будет спать хорошо. И, что самое интересное, спал Марсик действительно хорошо, а к еде вообще не притронулся. При том, что я сходил на тренировку, он спал, я вернулся с тренировки, он спал, даже не подошел меня встречать с тренировки, как он обычно это делает. Я реально немножко так перепугался за своего барбоселя, потому что раньше, конечно, были такие случаи, когда он отказывался от корма, но к вечеру он всегда ел, потому что, ну, он же пищевик у нас, он не может совсем без еды-то находиться. А здесь реально целые сутки, 24 часа, собака не ела. И спал очень так тревожно как-то, прижимался ко мне, я подумал, что, может быть, что-то с животом у него случилось, может быть, он отравился чем-то, может, на улице что-то подобрал. Но вроде как живот гладить дает, значит, с животом все в порядке, значит, причина в чем-то другом. И сегодня с утра мы встаем, я его еле растолкал, мы встаем, идем завтракать, корм у него так с прошлого дня и продолжал лежать, я думал, ну, сейчас-то он точно начнет кушать. Но нет, он что-то понюхал, пофыркал и ушел. В общем, я начал анализировать ситуацию и понял, что не так. По всей видимости, Марсику перестал нравиться тот самый лососевый, вот этот соус, который я ему обычно добавляю в корм. Тот самый лососевый вот этот омега-3, лососевый жир, который он с удовольствием уплетал, он почему-то перестал ему нравиться. И действительно, в отзывах к этому лососевому маслу у меня мелькали такие моменты, что кому-то не везло и собака вообще не ела, отказывалась есть, когда добавляешь вот это лососевое масло. Я начал читать упаковку и наткнулся на очень любопытный момент, что оказывается, после открытия этой бутылки надо ее ставить в холодильник. А я этого не делал, но благо сейчас зима, конечно, сейчас не жарень, поэтому не должно было как-то сильно попортиться. Но, по всей видимости, спустя время, добавку я ему даю уже месяц, наверное, точно, спустя время, видимо, масло то ли подпортилось и у него как-то стало отзываться это в организме, то ли ему оно просто перенравилось. В общем, тот самый корм с лососевым маслом я убрал, наложил ему новый корм, он все равно его есть не стал, видимо, запах остался. И пришлось Марсика как маленького-маленького поросенчика, как старые добрые времена, кормить с рук. Но с рук он с удовольствием все съел. В общем, у меня отлегло, я понял, что с собакой все в порядке. Просто, видимо, придется без лососевого масла теперь как-то обходиться, либо покупать новое. В общем, в виде эксперимента я рядом поставил все-таки старый корм, может быть, он его съест. Но если не съест, то действительно банку придется выкидывать. Но, возможно, впоследствии мы купим новую, потому что изначально у Марсика очень хорошо заходил это лососевое масло. Вот такая у нас история приключилась. Поэтому, ребята, кто покупал эту добавку, кто хотел ее использовать, имейте в виду, что ее нужно обязательно поставить в холодильник после того, как вы начали им пользоваться. Ну, а с Марсиком все в порядке. Он отличный парнишка. У него все замечательно. Он продолжает хрюкать и пукать. На этом он с вами прощается, чтобы готовить для вас новые видеоролики.